С 12 февраля в Волгограде будут частично отменены занятия в 9 школах. Это связано с увеличением числа заболевших гриппом и ОРВИ. Ранее подобные ограничительные меры уже были введены в 13 учебных заведениях города, а две школы и вовсе полностью закрыты на карантин. Между тем, ситуацию с сезонными недугами в Волгограде специалисты оценивают как спокойную. Эпидемии нет. Чего не скажешь, например, о ряде сельских территорий региона. Продолжение темы у Марии Иванченко. Для этого времени года в классах 49-й школы Краснооктябрьского района Волгограда непривычно пусто. Причиной вынужденных каникул для учащихся стало резкое увеличение заболевших сезонной хворью. Для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса в шести классах ввели карантин. После дополнительных каникул первоклассников при преступлении к учебным занятиям два класса пришли с простудными заболеваниями. Буквально в течение одного дня было принято решение, что дети болеют. О закрытии данных классов на карантин. На следующий день заболели, то есть эпид порог достигнут еще в четырех классах, поэтому было также принято это решение. Вынужденные каникулы не отразятся на прохождении запланированной программы. Спешит успокоить руководство школы. Многие учителя перед карантином раздали детям усиленное домашнее задание. А пообщаться с преподавателями можно также и дистанционно с помощью интернета. В тех классах, где обучение продолжается, с нашествием гриппа и ОРВИ борются профилактическими методами. Обязательное проветривание и соляризация, и кварцевание. Ну и, соответственно, обязательно дистанцирующая обработка материалами, антисептиками. Все проводится в обязательном порядке в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача. В целом же ситуация по гриппу в Волгограде остается более-менее спокойной. Да и в масштабах области говорить об эпидемии пока рано, уверяют специалисты. Эпидпорог сегодня превышен только в восьми муниципальных районах, среди которых Камышинский, Михайловский, Серафимовичский. Полностью в регионе закрыто семь школ. На карантине находится 87 классов. Несмотря на то, что эпидемический порог в городе Волгограде не превышен, мы наблюдаем высокую заболеваемость среди школьников. Управление Роспотребнадзора вынуждено отслеживать буквально в ежедневном режиме мониторинг посещаемости школьниками не только в целом по школе, но и по отдельным классам. Главным государственным санитарным врачом по Волгоградской области уже вынесено более 20 постановлений о пристановке занятий. По прогнозам специалистов, заболеваемость гриппом и вирусными инфекциями начнет снижаться не раньше, чем через 2-3 недели. Пока по рекомендации областного Роспотребнадзора карантинные мероприятия в школах введены на 7 дней. Однако специалисты не отрицают, что если ситуация в учебных заведениях региона не будет и дальше меняться к лучшему, внезапные каникулы для школьников продлятся и дольше. Мария Иванченко, Александр Шишин, телекомпания Ахтуба.